Субтитры создавал DimaTorzok Создал первого человека Адама из глины, а Еву из ребра Адама. Скажи, если Бог создал Еву из ребра Адама, тогда это не значит, что Ева есть часть Адама? Почему добрый ангел стал дьяволом? Как созданный мог знать больше, чем созидающий? И как созидающий может допустить того, что добрый ангел превратился в зло? Это что? Экзамен? Проверка? Испытание? Незнание? В этом Коране, сура 15, аят 24 сказано, мы знаем все о вас и о тех, кто был до вас и кто будет за вами. Скажи, если все известно Богу с самого начала, то тогда зачем же испытывать людей? Хотя бы отвечай на этот вопрос. Что скрывать за запреты едемского плода? В Библии этот плод указан как яблоко, а в исламском мире известен как пшено. Не понимаю, почему Бог создал столько вредного? Хоть это пища или свойство познания добра и зла. Не понимаю. Не понимаю. Если Ладамье во-первых, люди в мире, то как пошли дальнейшие рост человечества? От брака братья и сестры? Если это так, тогда это не аморально. Если нет, тогда что такое мораль? Почему Бог, создавая Адама и Еву, не создал еще одну пару? Или же несколько других пар? Не хотел? Или же не смог этого сделать? Если все известно Богу заранее, тогда что такое свобода? Или же наоборот, если есть понятие свободы, тогда что такое заранее определенная судьба? Ну, прошу, старик, скажи что-нибудь. Ну, скажи, если пророчества на Сладовом Саверны, тогда чья это сценария? Если мы все играем свою роль в этой сценарии, тогда где же нам искать правду? Ну, старик, хотя бы одно слово скажи, куда мы едем? Я знаю только одного. Не зная ответ на эти вопросы, мы едем в пропасть. Ну, опять-то. Так точно. Что в этот раз? Да ничего. Просто хотел помочь тебе. Ответить на все эти вопросы, которые никак не можешь найти ответа, которые не дают тебе покоя. Уже разобраться. Продолжение следует... Чтобы разобраться со всеми вопросами про бытие, про вечность, про созданный мир и про истинное понятие Бога, первым делом надо усвоить правило толкования и поближе познакомиться с истинными звуками нашей речи. От зависимости географического местонахождения человека наша речь меняется, то есть искажается. В чистом виде человек имеет в своем арсенале 33 голосовых звуков. Из них 9-ти гласные, а 24 негласные. Но у многих народов эти звуки или существуют в неполном комплекте, или же в измененной форме. Ну, и какие же эти измененные звуки? Какие же? Тогда длинусь. Звук из числогласных «э». Многие в чистом виде не могут произнести этот звук, поэтому я не говорю на «а» или на «е» или на «э». Из-за этого слово «аквер» становится «аквером». Слово «азиз» становится «азизом». Слово «эмер» становится «эмером». Следующий звук «эмером». Следующий звук это «э». Из-за того, что многие тоже не могут сказать «э», говорят «ё», «е» и так далее. Из-за этого слово «эмер» становится «мором». А слово «гюзян» становится «гюзавом». Звук «ы». Вместо этого звука русские говорят или «у», или же «ю». Из-за этого слово «гюмрах» становится «гюмрахом». А слово «медрич» звучит как «модрый». Звук «хе». Вместо этого звука обычно говорят «хе» или «жеге». Некоторые слова даже произносятся без этого звука. Поэтому слова «эйва» превращаются в слово «айва», а слово «хава» или «жегава» превращается в слово «ева». Звук «ге». Звук «ге». Вместо этого звука многие говорят «хе» и «гэ». Звук «гэ». То же самое. Звук «дзе». Вместо этого звука говорят «ж» или «жеге». Звук Ч. Два звука в одной букве. Из них один мягкий, другой твёрдый по характеру. Слово ЧАНТ, то есть село, имеет при себе звука Ч, то есть звука мягкого характера. А слово КОЛХОЗ звука твёрдого характера. Из-за неточного подбора этих звук, слово ЧОМ ОТ, дающий смысл накоплённые и сжатые частицы огня света, превращается в слово КОМЕТ. Слово ЧОМ или же КОМ – это накоплённое множество. Слово КОМАНДИР – это соединение двух разных слов. Тут первая часть – это КОМ или же ЧОМ, а вторая часть – это АНДИР. А АНДИР – это и есть ЭНДАР. А ЭНДАР – это руководитель, человек, идющий впереди. А первая часть этого слова – ЭНД – это и есть ПЕРЕД, НАЧАЛУ. КЛЕОПАТРА Говорят, что КЛЕОПАТРА было особое ремесло. И там изготовили разные кремы, духи с разными запахами. И ещё говорят, что каждый кусок тела КЛЕОПАТРА намазывали разными кремами. Поэтому разные места её тела пахнут по-разному. Это и есть ключ к слову КЛЕОПАТРА. КЛЕОПАТРА – это не то иное, как ГЮЛАБАТРЛИ или же ГЮЛАБАТАР. На первой слове ГЮЛАБАТРЛИ первая часть слова ГЮЛ – это цветок. А слово АП на персидском языке – это вода. А АТИР – это и есть слово ДУХИ. Они вместо дают понятие пахнувшее запахами цветков. А на втором слове ГЮЛАБАТАР – первая часть слова ГЮЛ – это цветок. А часть БАТАР – это обозначает ТОНУВШИЙ. Оба вместе дают понятие ТОНУШИЯ в цветах. И первое и второе слово вполне совпадают тем, чем оно занималось при жизни. Есть еще третья версия слова. Это совместимость слов ГЮЛАБ и АТТАР. ГЮЛАБ тут обозначает ЭКСТРАКТ ЦВЕТКА. АТТАР – ИЗГОТОВИТЕЛЯ ДУХОВ. Оба слова вместо дают понятие «Изготовитель духов из цветковых экстрактов». Каждое слово несет при себе важный смысл. А слово без смысла – это и есть искаженная слова. ИЗГОТОВИТЕЛЯ ДУХОВ. ИЗГОТОВИТЕЛЯ ДУХОВ. Субтитры делал DimaTorzok Если я не ошибусь, слово Адам, то есть имя первосозданного человека, нигде не используется столь многократно, чем у нас. Но никто не думает о смысловой понятии этого слова. Ведь слово Адам, это и есть слово Атум. Слово Адам, Одам, Отман, Атман или же Атум обозначает огня, то есть маленькую частицу огня. Агун, это и есть свет, явление истины. Слово Атум на грецком языке понимается как неделимый, то есть целый, единственный. А единство и есть Том, то есть вместо собранный. А на слову Том мы говорим Там, то есть неразделимый. А человек в единственном числе и называется Мэн. Это слово на английском языке звучит как Мэн. Слово Уменья на русском языке тоже имеет при себе слово Мэн, Мэн, Ма. Ман, это мужская, а Воман, это женское единство на английском языке. Атум, это единство, неделимая часть огня мужского начала. Одмен тоже дает это понятие. Од, огонь, амен, человек в единственном числе, то есть неделимый, целый. Атум есть частица химического элемента, состоящий из атомного ядра и электронов. А ядро состоит из положительно заряженных протонов и незаряженных нейтронов. Единственный стабильный атом, не содержащий нейтронов в ядре, это легкий водород. А электрон есть отечательно заряженная элементарная частица, тоже неделимая. Электроны образуют электронную оболочку атомов. Что все это значит? Это значит, что атом, атман, одмен, это мужское начало энергии. А электрон, это женское начало энергии. То есть энергия оболочка. Слово химия, то есть чимия, состоит из двух частей. Первая часть чи на грецком языке обозначает огня. То есть слово чи, это огонь, это свет, это энергия. А частица мя, это не мя, а мая. А мая, это сперма. То есть чимия или же химия, это значит огненная сперма, энергетическая сперма. А слово элемент состоит из трех слов. Слово эль, это эль, то есть рука, а рука символ творения. Мен, существо единственного числа. И слово от, то есть огонь, энергия. Все эти три слова обозначают, я есть созидающая энергия, я есть созидающий огонь. Слово чимия и элемент вместо обозначают понятие созидающая энергетическая сперма. Одним словом огненная сперма или же сперма огня. Одним словом огненная сперма. Торпах, Торпах, плодородная земля. Есть вера, что Бог создал человека из твоей глины. Но из-за искажения слов и их значений, и тут произошла потеря истины. Ведь Бог создал человека не из Торпах, а из Торпах. Торпах – это земля в буквальном смысле. А Торпах – это совсем другое понятие. Это слово состоит из двух частей. Первая часть – это слово Тор, а вторая часть – это слово Бах. Первая часть этого слова на самом деле есть слово Тор, Торэ. Легендарный Бог Тор, или же Тор, несет при себе это слово. Само слово обозначает понятие творения. Слово на русском языке Твор, Твор без буквы В, и есть слово Тор, Тор, Торэ. Тор, 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 Тор тоже несет при себе слово Тор, Тор – это явление. Это приход в видимый мир. Это рождение. Это жизненность. Чтобы точно понять, обратимся к слову Род. Слово Родился несет при себе это слово. А первоначальная форма этого слова – это слово Род, или же Од-Р, дающее понятие истина. Существа, или же сущность, созданные из света, из энергии, из Ода. Одним словом – творение света, творение энергии, творение небесного огня Ода. В виде солнца есть небесный огонь. Слово природа тоже несет при себе это понятие. А слово Торэм, то есть жизненный эликсир, на нашем языке обозначает русскую сперму. Мифический бог Тор, Твор, Торэ, считается богом грома, бури и плодородия. Ведь гром, молния – это энергетический заряд в небесной сфере. В сезон грибков опытные люди первым делом ожидают этого заряда. Без этого заряда грибы не плодотворяются. В виде бактерий, первоначальный источник жизни, тоже получил свое имя из этого слова бог Тор. То есть из слова бог Тор, или же Тор-бах. В мифологии бог Тор – сын бога Одина. Слово Один на русском языке обозначает единицу, начало. А это понятие и в нашем языке несет слово Од-Эн. То есть первоначальная энергия. Тут Од – энергия, а Эн – начало, перед. А слово в форме Од-Эн обозначает высшую октаву огня, света. Это слово и есть слово Ден на русском языке. Вторая часть слова Тор-бах – это слово Бах. Слово Бах в буквальном смысле это и есть слово Сад на русском языке. На первый вид слово Сад дает немного другое понятие, чем слово Бах. Слово Бах в нашем языке несет понятие связок, узел, соединения множеств, объединения, множества, составляющих целого единого, как плод гранатового дерева. Один целый гранатовый плод на самом деле состоит из множества маленьких частиц. Вот это и есть понятие Бах. Ведь слово Сад на самом деле тоже несет при себе это понятие. Потому что Сад тоже состоит из множества вместо растущих дерев. Множество вместо это и есть Бах. Ведь множество вместо это и есть разделенность одного единого, не потеряя при этом своих делимых частей, содержащих их при себе. Все созданные в мире есть внутренние частицы одного единого под именем Бах. Под именем Бог. Значит слово Тербах, Бахтер или же Бахтер, Бахтер, это не то иное, как живая, творящая энергетическая сперма, творящая сет огня, творящая сет энергии, который рожден или же сотворен от первоначальной, одноцелой энергии Одина. То есть От, 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 Она. Значит и Адам, Отмен, Атман, Атум несет при себе одну истину. Это истина, одноцелая энергия. А слово Гранат, то есть Кюр-Ан-От, это сильно горючий огонь. Тут слово кюр-эн, это и есть слово гран, показатель горючести, степень стадии огня, а от это энергия. Другое имя граната нар тоже обозначает огня. Основной часть в слове энергия, это и есть слово нар. Гава – одна из важнейших стихий нашего мира. А слово Гава – это и есть слово Ева. Гава или же Ева – это воздух, оболочка огня, как электрон, оболочка атула. Ева, как оболочка огня, она помогает в оздоровении огня. В результате из огня водорода и из оболочка числорода рождается вода, следующая важная стихия жизни. А из союза огня, воздуха, воды рождается тере, угор, тор, то есть од-эр. Слово дире, то есть живот, это получение от слова од-эр. Эр, бир. Одним словом, слово тере, тор, можно понять, как живой организм. А из союзов тере, то есть из бава тере, рождались все живые материальные планы. И сам материальный план есть тор-бах. Это значит, что и Земля, и все космические тела созданы из союза живых организмов, из химических элементов. Что за слово химия и элемент, мы уже знаем. Это созидающая частица огненной спермы, рожденная из горения божественного огня, нура, и из энергооболочка этого огня. Значит, человек, как физическая форма, создан не из земли, а из союза огня, воздуха, духа и из этих химических элементов. Дух – это од-ах, а од-ах – это есть божественная энергия, а воздух – это оболочка духа. Дева, рожденная от ребра Адама, на самом деле, есть рожденная от оболочки чистого света, чистой энергии. Слово ребра в нашем языке звучит как габырга, а слово габырга – это и есть слово габ-эр-ах. В этом слове первый час габ обозначает соусу, а эр-ах обозначает чистую энергию. Оба вместе дают понятию оболочка чистой энергии. Такое божественное понятие из-за вины искаженных разумов превратилось в примитивную понятую редро, то есть габырга. Одним словом, множественные комбинации маленьких частиц живого огня, живой энергии – это и есть элементы. Есть тор-бага, бах-тор, бактерии. Первоначальные созидатели физического организма – из примитивного до сложного. Другими словами, все, что есть в мире, видимым и невидимым, есть не то иное, как первоплощение живой энергии из одной состояния, из одной формы в другую. Алма, яблоко, плод едемского сада. Слово «яблоко» на русском и слово «апель» на английском языке несет при себе понятие «облик». Райское яблоко – это райский облик. Адам, закусивший яблоко – это не то иное, как Адам, энергетический сущность, или же сущность огня, получил облик, видимую форму, то есть стал познанным. Слово «облик» – это слово «яблоко», это и есть слово «эйбилич», а слово «эйбилич» – это и есть высокое знание. Тут «эй» – это высота, а «билич» – это знание. А слово «апель» – это тоже значит высокое знание. Слово «бил» – это понятие знания в форме глагола, то есть «бил» переводится как «знай», ведь иметь облик – это значит быть познанным. А слово «алма», то есть «яблоко», в нашем языке несет при себе то же самое понятие. Слово «алма» – это и есть слово «эльм», а слово «эльм» – это и есть слово «наука», то есть высшее познание. Это слово превратилось в слово «алма» или же слово «эльма», потерявшее основной замысл. Даже слово «дерево» – это и есть слово «одар-эф», то есть мир живой энергии, дом, местонахождение живой энергии. А дерево в Едемском саду – это дерево в саду «одама», «одман», то есть дерево в союзе, в баге огня, в баге энергии. А сад огня, баг огня – это бесконечный мир света, бесконечный мир энергии. Субтитры создавал DimaTorzok Змея – виновник, ставший причиной изгнания Адама, Адмана, и Еву, оболочку Адмана, из рая, из Али, из мира, лучшего света. Одни называют его змеей, другие погиблись, иные – дьявол, дьяволос, а не которые – шайтан, или же шайтан. На русском языке есть такое выражение – «будешь гореть по аду». Почему людей пугают таким образом? Это потому, что Ад – это и есть Ог, сильно горючий огонь. Когда что-нибудь стоит в огне, сначала от этого вещества появляется черный дно. Это и есть очищение этого вещества от своей черноты. При болезни, когда повышается температура в теле человека, жара убивает вредных микробы. А более высокая температура убивает боли вносчивых вредных сущностей. Поэтому Адский мир, мир Ада – это и есть мир Огня, мир Ода. Бед по энергии много состояний. От – это горючее состояние энергии. От – со словом Ад – это белая энергия, чистая энергия. Энергия, которая не воспламеняется. Сочетание как Ад – это и есть Гад на английском и Хода на персидском языке. Оба форма – это и есть имя Бога. От – со словом Ад – это и есть жизненная энергия. А как живая сущность – это сущность из чистого огня. Огонь – это и есть слово АРН – самая чистая энергия. Если слово ОД и ЭР меняют местами, тогда получится слово ЭРОД. А ЭРОД – это и есть РОД – явление жизни. С разными сочетаниями и слово ОД меняет свой характер, свою состояние и свой степень. Когда спрашиваем у кого-то его имени Ад – как твое имя, то мы спрашиваем ОДУН НАД – то есть какой у тебя огонь, какую энергию ты характеризуешь. Ведь каждое имя и есть документ характера, состояния, степени, замысла свойственного того огня, той энергию. Потому что видимый мир – это и есть явление святого духовного огня, несущего при себе информационного кода, определяющего форму, вид, объем, цвет, запах, твердость и так далее каждого объекта и субъекта. Каждый атом, то есть ОДМАН, энергетическая сущность, несет при себе определенную информацию, определенный зов. Соединяя себя подобными частицами, атомами, вместе они создают форму бытия, подходящего со смысловыми комбинациями этих атомов. Мир творения, мир бытия получает жизненную форму, благодаря звуковых комбинациям энергетических частиц. Из одного звука в видимый мир уходит однозвучная форма, а из многих звук – многозвучные формы. То есть из примитивных форм и звуков образуются более сложные формы бытия. Не зря говорят, что Бог создал мир при помощи звука, сказав «Быть, все сблось». Переходя из состояния покоя в состояние возгорения, невидимая энергия стала видимой. Из-за собственной напряжения произошло взрыв энергии. Произошло процесс ОДФЛС, или же ОДФЛШ, то есть взрыв энергии, характеризующим словом ОДФЛС. Слово ОДФЛС – это первоначальное название слова Дьявол, Дьяволос. Тут ОДФ – это мир света, мир энергии. А ОЛЭШ или же ОЛЭС – это возгорение. Слово в нашем языке ОЛЭШ – это и есть то самое слово ОЛЭШ, то есть гори. С этим возгорением произошло процесс ОСЕЙ ОДАН – сильный взрывной поток энергии. Слово ОСЕЙ ОДАН – определитель этого процесса – это и есть слово ШАЙТАН. Тут слово сочетание ОСЕЙ – это самый сильный, самый высокий взрывной поток. А ОДАН – это сильный свет, сильное освещение. Иначе говоря, слово ДЕН – на русском языке. Понятие «Бог создал Дьявола из огня» – это первый акт возгорения бесконечной энергии, взрыв и светление. Превращение энергии в ОСЕЙ ОДАН – в Дьявол, Дьяволос. Из-за взрыва вечной энергии, проходящей из спокойной состояния активности, произошло явление. Световые лучи начались рассеиваться по всему миру бесконечности. ОДМАН – АТМАН – АТУМ. Часть раскаленной, разделенной энергии вырвалась в видимый мир света и направилась по всем сторонам. То есть, АДАН стал изгнанным из рая. Из мира тихой состояния энергии в мир, где состояние энергии стало горючей, подвижной и информационной. Потому что актом взрыва и родились звуки. Итак, ШЕЙТАН – это плазменное состояние огня. АДАН – АТОМ – состояние в форме ТОРА – ОДАРА – в форме рожденных частиц энергии. А разные комбинации этих атомов, соединившие в следующих этапах эволюции, это уже ТОР-БАХ – союз живых энергетических частиц. Из-за потока энергии внутри самого себя в форме символа бесконечности появилось двухсторонное движение. Разделение на две стороны одной единой энергии внутри единого энергетического оболочка. Таким образом и родился магнетизм, притягивающий и отталкивающий сторону одной истины. Одна сторона, одна часть энергии начала собрать, создать БАХ, а другая часть рассеивать, отталкивать собранную энергию. Из-за этой закономерности, из-за взрыва центральной части общего энергетического океана бесконечности, выходящие из промежуточных состояний, состояния нуля, отделились, раскололись энергетические куски, то есть звезды, верховные боги, верховные богы. А из этих кусков, из этих богов, из-за продолжения кружительной движения, раскололись, отделились младшие боги, сыновья, дочери этих звезд, то есть их планеты. Солнце, звезда, верховный бог, основной узел в нашей солнечной системе и есть БАХ АТА, бог-отец, БАХ ОДАС, огненный, плазменный, горючий узел нашей жизни. А мы, входящая из этого центра энергетического сада, БАГа, атрибуты, аспекты этого истинного света. А тут центральная часть, центральная точка, в которой вышли все верховные БАГы, боги, то есть самая центральная звезда между всех звезд, называется КАЛЬЯТ, то есть ЧУЛЬЯТ, основа всех основ. ЦЕ под названием ТАСПЕ отображает символ этого союза, этого БАГа. Слово ТАСПЕ это есть слово ОДЭСПАХ, где слог ОДЭС обозначает силно дующего огня, ОДА, энергии. То есть слово ОДЭС, это есть слово ОТЭШ, энергия в силно воспламенённой и дующей состоянии. Слово С в слове ОДЭСПЕ это и есть слово ДУЙ, поэтому ОДЭСПЕ это и есть силно дующая энергия. Из этой силно дующей энергии раздаются 33 звука, созидающие всех вещей в мире бытия. А 33 по 3 раза создают сумму 99. В исламском мире это число имён Бога, Аллаха, чистой, святой энергии. Первые 33 это звуки в мире идей, в мире мыслей, состояние этих звуков в мире разума. Вторые 33 это звуки в мире творения, состояние этих звуков в мире творения. А третье 33 это звуки в мире исполнения, состояние этих звуков в мире исполнения. То есть 33 состояния звука, определяющие характер, творяющие энергией в трёх мирах. И каждое состояние названо по имени характера этого состояния. Например, состояние покоя несёт имени покой, состояние гнева несёт имени гнев, состояние тревожности несёт имени тревога и так далее. Разные комбинации этих звуков создают более усиливающих и смешанных состояний в тех комбинациях. Промежуточное состояние тихим потоковым звуком это есть порог новой эволюции. В это состоянии стирается старое, прошлое. Входя из этого состояния рождается новое. Состояние гэ это вечно неизменимое состояние между всех начал и концов. Состояние гэ это звук дыхания без сопровождающими звуками. Даже без э и без и, которое я произношу, говоря, хэ-хэ. Это состояние подобно центральной нулевой части небесной свастики. Как духовые музыкальные инструменты озвучивают разных звуков, когда воздух разгоняется внутри трубы, как ветер создаёт разных звуков, выходя через разных щел, так и энергетический ветер, разгоняющий небесную свастку бесконечную энергию, проходя из щел энергетических стен оболочек, создаёт звук отбытия. А эти стены, эти оболочки внутри оболочек создались при движении энергии подобного синглу бесконечности. Когда произошёл взрыв энергии, тогда из-за взрывной силы в этих слоях, в этих оболочках открылись щели. И поток взрывной энергии, выходя из этих щел, начал создавать разных звуков. Те звуки, бесперерывно озвучивающие и внутри нас, и в устах наших, это звуки энергии, плавающие в космической потоке. Несмотря на то, что мы вроде разные люди в физическом плане, и разговариваем в разных языках, на самом деле мы существа из единой энергии. И у всех нас один язык. Это язык света. Мы все вместе есть множество в едином. Иным словом, наше общее имя это Бах. Это Бог. У нас есть единая энергетическая сфера, единая энергия. Наши атомы от Мэны есть частицы неделимой вечной энергии, то есть частицы Нура. Все объекты и субъекты состоят из божественной энергии. Но люди, верующие в святость коров, или забыли, или же не знают одну истину. Дело в том, что слово корова или же бык на арабском языке звучит как бэга. А поклонники идолов перепутали понятие бах, бхага, бог со словом бэга. Не зря когда-то Моисей сказал своему народу, что надо поклоняться не идолу золотой коровы, не в бэга, а в богу, баху, не в бэгар, а в бахар, богу свету, в единство неделимого света. Есть такое слово бахышла, то есть прости. А на самом деле это слово обозначает понятие недели меня от основа, от баха, от множества в едином. Тут слово бах это союз, а ишла, то есть ишля, это значит делай, трудись. Когда наше эго позволит нам сказать друг другу бахышла, тогда станем единым народом, нар одом, то есть чистой энергетической семьей. Ведь нар, то есть гранат, джуль ан од, это есть самый высший степень чистой святой энергии. А фрукт под названием нар, гранат, это символ множества чистых святых энергетических частиц в единой семье. А все мы, братья и сестры этой семьи. И слово брат, это есть слово бирот, единая энергия. А слово сестра это слово сестра, то есть слово звено этой единой энергии. сестра 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok